приветствуем мафиозники на связи никлой сегодняшнем видео мы более детально разберем скриншоты и кадры которые нам показали разработчики в тизере поговорим про потенциальных персонажей которые могут появиться в игре дабы иметь представление о том какая будет новая мафия и я даже выдвину свое предположение на тему дата выхода игры ролик обещает быть очень интересно так что друзья я желаю всем приятного просмотра также напоминаю что лайки и подписки обязательно нужны для того чтобы продвигать это видео а также мы уже в шаге от того чтобы стать самым популярным каналом по мафия на территории снг так что обязательно подписывайся помоги мне наконец достичь этой цели ну и конечно же подписавшись ты никогда не пропустишь самые актуальные новости из мира мафия всем приятного просмотра мы начинаем начну с того что в этом ролике я не буду разбирать картины и прочую архитектуру почему потому что они не служат никоим образом отсылками к сюжету и используются лишь для отражения культуры не более а потому вместо того чтобы растягивать это видео на 40 минут разбирая название картин которые никоим образом не связаны с сюжетом и ничего нам не говорят я постараюсь обратить ваше внимание на более интересные и важные детали которые именно что связаны самой игрой делаем это видео максимально информативным стоит начать с самого название игры за old country отсылка к названию первой главы мафия 2 но не нужно путаться и говорить что нам покажут вид скалетто снимать про это 48 роликов говорить о том что нам покажут маленького вида лучше посмотрите видео и до конца и наконец убедитесь что ничего общего с историей вида в новой мафии не будет в первом кадре тизера можно обнаружить вино 1903 года что было сделано на сицилия что как бы уже автоматически закрывает все слухи авито марии скалетто и антонио скалетто поженились аж в 1920 году когда солери уже давно был в лост хевене не будут в новой мафии показывать его семью а уж тем более самого маленького вида который родился аж в двадцать пятом надеюсь вы этот момент уяснили и да многие детали из этого видео я уже показывал своем телеграм-канале если вам интересно узнавать новости о новой мафии и различные интересные детали которые я нашел первыми то обязательно оформлять подписку ссылка есть в описании еще на столе лежит револьвер с этого ракурса сложно понять что это за пушка однако если мы посмотрим на этот скриншот где этот револьвер валяется на полу то можно смело сказать что это револьвер badeo model 1889 я практически на сто процентов уверен что это будет именно он на столе также видно вот эту вот пушечку но это скорее всего и не лупара и не дробовик какая все-таки это пушка сказать сложно но понятно что она скорее все будет у нас в игре также как и лупара которая показана на данном скриншоте нож но я бы не сказал что нож является символом того что в игре будет холодное оружие ведь это просто так сказать кадр для тизера будет ли холодное оружие в игре по итогу или нет мы узнаем только в декабре когда нам покажут скорее все покажут трейлер новой мафии а также нам показали дробовик на скриншотах и он уже очень интересен но о нем мы поговорим чуть позже этот кадр мне пришлось осветлить и я заметил вот такую интересную статуэтку согласитесь в затемненном оригинальном кадре она еле заметно но стоит осветлить и все встает на свои места правда с этого ракурса сложно разобрать что это вообще за статуэткой а уж тем более узнать ее значение но если есть сверх люди в комментариях то отзовитесь а вот следующая статуэтка дает уже больше информации ведь на столе можно заметить статуэтку в виде старинной пушки на колесах что она может означать я думаю что этот предмет вероятно является каким-то декоративным элемент собственно артиллерийской пушкой которая особенно использовалась в эпоху каких-то наполеоновских войн или в более ранних периодах возможно нам покажут пристрастие сальери к истории и к военному делу тактики ведения боя тем самым нам раскроет вот такую черту больше покажут как стратега в ремейке нам уже показывали что сальери действительно неплохой стратег который продумывает подробно каждую часть планы перед тем как его реализовать а в мафии the old country нам могут показать вот его увлечение историей военным делом тактикой и так далее и так далее очень любопытная деталь кстати некоторые подписчики в комментариях обратили внимание на нож и предположили что это может быть тот самый раскладной нож который проиграл сальери в собачьих бегах из-за чего тот даже сделал очень плохую вещь с собакой предположение интересное но я сомневаюсь в этом поскольку встретились они с фрэнком на собачьих бегах возрасте 8 9 лет или же все-таки сальери вернул этот нож себе как думаете далее мультиплеер который конечно же не будет добавлен в новую часть мафии однако альтернативы есть в виде проекта empire bay онлайн ребята активно разрабатывают данный проект трудятся надо и разработка допили вот каждый деталь чтобы на выходе получилось просто конфетка и ты вместе с 14 тысяч мафиозников которые уже следят за данным проектом смог поиграть с другими фанатами мафии по сети ты сможешь погонять по любимому empire bay на любимых тачках с некоторыми новшествами кстати говоря и поиграть за любимых персонажей по сети с такими же как это и фанатами мафия ссылочку на паблик я оставлю в описании релиз обещает быть очень масштабным так что не выпускает возможность и подписывайся а мы продолжим фото святой розали и еда простите мой пьяный мозг который на следующее утро после пьянки не смог догадаться о том что это символ принятия в семью потому немного исторических справки по этому поводу вообще фотографии святой розалии использовалась в обрядах посвящения в сицилийскую мафию известную как коза ностра этот ритуал был важной частью вступления в мафию который символизировал верность и преданность организации то есть это кадр того же самого обряда который нам показывали в мафии 2 тот кто проходил этот обряд клялся в верности мафии использовал собственную фотографию святой розалия которая считается покровительностью полермой и одним из символов сицилии в целом а также на этом кадре можно увидеть текст на газете сразу скажу что этот текст я взял у автора другого видео ссылку на источники оставлю в описании текст нам ничего не говорит лишь есть отсылка на лост хэван и о неком геллотте это не тот геллотте которого нам показали в мафии defined и шины в первой мафии с ним не путаете скорее всего это его какой-то однофамилец ну или вовсе родственник также есть одна странность по канону сальери был принят в семью в сша а действия в тизер происходит в сицилию что может напекать нам на то что разработчики вероятно будут как-то переписывать канон и смогут принести семью пепона в сицилию но опять же это всего лишь тизер и может быть он не будет иметь отношение к самой игре мужчина на этом кадре многие писали мне о том что это может быть дон коло но уж слишком много указывает на то что главный герой будет все-таки сальери давайте будем честны пока подтверждение этому нет но я все равно буду верить в то что главный герой будет именно эню который и в молодости в принципе мог быть таким пухлячком теперь давайте разберем скриншоты игры в этом скрине многие обратили внимание на флаг италии напутав и сказал что это флаг фашистской италии времен втором мировой все у нас ждет история витас калетта но ребят это флаг датировался 1848 и 1947 и годами можно заметить следы от пуль который выглядит просто ужасно и как и это разбившаяся ваза до инцидеры говорили о том что игра будет разработана на движке unreal engine 5 но такое чувствуешь вот по этим двум деталям что как будто бы оригинальный движок все-таки оставили пока рано делать выводы надо ждать трейлера но подозрения уже появляются и если действительно у нас оставили движок который был в мафии definitive edition то это не есть хорошо еще можно заметить пару трупов в этом помещении потому очевидно что здесь будет происходить какая-то перестрелка еще один скриншот и и опять спасибо моим подписчикам которые в комментариях написали что лупара в лимонах может быть прямой отсылка к зарождению мафия ведь на этапе зарождения мафия занималась данным видом бизнеса но знаете что я еще вспомнил отец томми до 1904 года примерно был надсмотрщиком на плантации лимонной рощи у томми также были братья и сестра и что-то мне подсказывает что уже маленького томми либо его отца мы сможем увидеть в новой части мафия и сальери либо другие люди из мафии могут быть причастны как раз к тому что отец томми погряз в долгах у него забрали дом как это написано в биографии анджела и из-за этого том иммигрирует в америку если подобное нам покажет то это просто будет бомбой еще один прикол есть на этом скриншоте причем по нему можно узнать очень интересную деталь для этого осветлим фото и как оказалось на этом фото кабриолет а не простая тачка и как бы ничего необычного ведь кабриолета в начале 20 века уже существовали но посмотрите какими они все-таки были и сравните с той моделью которую показано у нас на скриншоте она выглядит уже более футуристичной по сравнению с этими корытами я всяческими способами пытался найти эту точку в интернете но попытки тщетно уж слишком малая часть автомобиля тут виднеется да и разработчики могли спокойно изменить внешний вид авто так что и найти его будет невозможно но опять же если есть сверх люди помогите нам в комментариях но я смею предположить что это авто как минимум 1915 годов но опять же это не точно куда более интересен дробовик возле автомобиля мне удалось найти почти идентичный дробовик браунинг авто 5 дробовик начал производиться в 1902 году но что самое интересное был он разработан в сша вариантов 2 либо эти дробовики будут нелегально провозиться в италию к мафия либо этот скриншот прямиком из лост хевена произведенном в америке а значит на это есть какой-никакой шанс до разработчики везде говорят о том что игра будет про зарождение мафии на сицилия но что мешает им спрятать туз в рукаве это лишь моя теория пока все мы просто гадаем но согласитесь детали очень интересная и какой-никакой шанс на то что мы увидим лост хевена в новой части мафии имеется про то какой будет игра я думаю многие уже прекрасно понимают а кто не понимает я уже снимал несколько видео о том какой будет новая часть мафии и многие инсайды из тех видео подтвердились так что рекомендую к просмотру и самый главный вопрос когда выйдет мафия the old country любопытно что разработчики очень любят отсылать нас к различным датам так мафия дефинитив дишн должна была выйти с начала 28 августа 2020 года на 18-летие 1 мафии на тот момент потом игру перенесли на 25 сентября это дата смерти томми анджела учитывая любовь разработчиков к тому чтобы отослать нам каким-нибудь датам могу предположить что игру могут выпустить либо запланировать релиз на 2 мая ибо в этот день родился вито который типа встретит юбилей в сто лет ведь родился виталик 2 мая 1925 года и я вообще вот не буду удивлен если разработчики изначально запланируют дату релиза именно на это число что же на этом все напоминаю вам подписаться на мой телеграм-канал где активно публикую свежую информацию по новой части мафии и там вы сможете узнавать все догадки и интересности первыми на связи был ник лэй подписываемся на канал ставим лайки и до скорых встреч мафиозники а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok